Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Как хорошо, что в нашей жизни появился интернет и социальные сети. Раньше, чтобы найти какую-нибудь нужную тебе информацию, необходимо было идти в библиотеку, бродить там между книжными стеллажами, наугад брать книги, хоть как-то касающиеся нужной тебе тематики, и затем по диагонали их перечитывать, отыскивая то, что тебя интересует. Когда я писал свою кандидатскую диссертацию, то из Ленинской библиотеки я не вылазил, и даже закончил курсы скорочтения при МГУ, чтобы в день прочитывать и анализировать книг по 20-30, а чтобы прочесть какой-нибудь зарубежный источник в оригинале, то там предоставляли услугу заказа книги из зарубежных библиотек. Их доставляли для ознакомления, но на это уходили месяцы. С докторской диссертацией уже было полегче, уже был достаточно развит интернет, и многие факты и тексты можно было взять оттуда. Но и сейчас без библиотеки, без заказа книг из-за границы, тоже не обойтись тому, кто занимается наукой. Я вот сейчас заканчиваю книгу о стилистике рок-музыки, и мне приходилось заказывать книги из-за рубежа, некоторых известных рок-критиков, к примеру, Алана Ф. Мура или Рона Бирнсайда, так как их книг в России нет ни в переводе, ни в оригинале, ни в интернете, ни в библиотеках. Вы спросите меня, а к чему я это все вам рассказываю? Про книги, библиотеки и доступность информации. Отвечаю. Просто я хочу сказать, что с доступностью информации жизнь наша стала лучше, стала веселей. А некоторую информацию вам сообщат, даже если вы об этом и не просите. Вот я не помнил, что вчера был день рождения королевы рок-н-ролла Тины Тернер. Так мне напомнили об этом, и я успел ее поздравить. Понимаю, что она мое поздравление вряд ли прочтет, но я отправил свои слова в интернет, а это все равно, что в космос. Ведь там слова не пропадают, там ничего не пропадает. Значит, есть вероятность того, что когда-нибудь, возможно, мои добрые слова дойдут и до Тины Тернер. А с утра интернет сообщил мне, что сегодня день рождения Бориса Борисовича Гребенщикова. Поэтому я не упущу возможность отправить в космос очередные хорошие слова. Потому что я не знаю людей, занимавшихся в Советском Союзе рок-музыкой, на кого не оказал бы влияние великий БГ. Да и уважающие себя рок-музыканты более поздних поколений знают, и кто такой Борис Гребенщиков, и что за группа «Аквариум». Я познакомился с творчеством Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» достаточно поздно, в 1984 году, если учесть, что группа была создана в 1972. Я, конечно, слышал о них, но музыку услышал впервые именно в 1984 году. И мне, как обычно, повезло. Первое, что я услышал от «Аквариума», это был альбом «День серебра». По моему мнению, это лучший альбом «Аквариума». Многие со мной будут спорить, но мое мнение разделяет и сам Борис Гребенщиков, который сказал об этом альбоме. «Может быть, чисто музыкально не все получилось 100% идеально, но эта запись и этот альбом, по моему ощущению, были лучшим аквариумом 80-х годов». Вот такие слова произнес Борис Борисович. На этом альбоме мне нравятся все песни, но три песни я бы выделил. В первую очередь хочу отметить мелодичнейшую и очень короткую первую песню «Сидя на красивом холме». Это, по моему мнению, шедевр рок-музыки и по музыкальности, и по поэтичности. А слова из песен «Небо становится ближе» и «Электричество» я часто цитирую в своих беседах о становлении личности, о выборе жизненного пути, который стоит перед всеми нами всегда, а в молодости особенно. Первая цитата «Из неба становится ближе» звучит так. «Мы простились тогда на углу всех улиц, свято забыл, что кто-то смотрит нам вслед. Все пути начинались от наших дверей, но мы только вышли, чтобы стрельнуть сигарет». А из песни «Электричество» я цитирую слова для тех, кто не верит в себя. «У каждого дома есть окна вверх, и с каждой двери можно сделать шаг. Но если твой путь впечатан мелом в асфальт, куда ты пойдешь, если выпадет снег?» Понимаю, что любой музыкант каждую очередную создаваемую им песню считает лучше предыдущих, так как он учитывает в ней весь свой предыдущий опыт. Но тут я поспорю с Борисом Борисовичем, так как, на мой взгляд, «День серебра» — лучший альбом «Аквариума» не 80-х годов, а вообще пока лучший альбом. Подчеркиваю слово «пока», потому как уверен, что лучшее у Бориса Борисовича Гребенщикова еще впереди. Ведь ему сегодня всего лишь навсего 67 лет. Не мальчик, конечно, но уже вполне зрелый молодой человек, у которого все только начинается. И я напомню вам по этому поводу один старый анекдот. «Сидят на лавке возле дома 90-летние старики, греются на солнышке и вспоминают молодость. И вдруг мимо них проходит молодая, красивая, длинноногая девушка на высоченных каблуках, в короткой юбке, в облегающей футболке с большой грудью и декольте. Старики замолчали и, как по команде, провели ее взглядом. И один из них говорит, «Эх, где мои 70 лет?» Поэтому можно сказать, что Борис Борисович еще юноша. Что я еще хочу отметить, говоря о Борисе Борисовиче Гребенщикове? О том, что он, в отличие от многих своих коллег, того первого поколения рокеров, не стоит на месте и постоянно сочиняет новые песни. Подчеркну, постоянно. И поэтому он все время современен и интересен публике, даже молодежи. И в этот день я хочу пожелать ему здоровья и новых творческих достижений. Пусть лучшие песни будут у него впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова